Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале «Главная тема народ». Я Александр Губылёв, и сегодня на связи со студией политик, экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, ты знаешь, я сегодня, когда готовился к нашей с тобой беседе, узнал про себя, что я ещё не потерял способность удивляться. Представляешь? В нашем возрасте. Это всегда непросто. Набрал разных всяких удивительных вопросов, такое конфетти, ассорти, не увязывал их в единый сценарий. Вспомнил, знаешь, поскольку мы выходим в предновогоднее время, вот эти вот кремлёвские ёлки. Ты же посещал наверняка, я больше чем уверен. Да, не просто кремлёвские ёлки, я коллекционировал. У меня была возможность коллекционировать, соответственно, подарки с них, точнее упаковку с них. Это когда-то была там звезда, когда-то это была, соответственно... Башня. Да, Спасская башня. Ну, там разные были. Ты знаешь, на самом деле для меня вот этот подарок, это была самая важная часть представления. Я как-то происходящее на сцене не очень воспринимал, а всё время ждал, когда выдадут вот этот подарок. И там же внутри были разные конфетки. Ну, я карамельки не очень любил, а вот суфле и шмакаладные, это же было другое дело. Вот, и я сегодня для разговора так постарался подобрать всё не совсем мрачное такое, то есть и суфле тоже будут попадаться, друзья. А то мы у вас как-то... А грилья что-то Белочка будет и Мишка на севере? Ну, если ты настаиваешь, то мы же не всегда успеваем всё проходить, тут я запас такого грилья же, что как бы по экстремизму нам с тобой не уехать куда-нибудь. Телогрейку греть. Ну, будем стараться. Значит, Мишка на севере уже будет точно. Мишка на севере, да. Кстати, знаешь, что обидно, эти подарки выдавали всегда после. Я вот как-то был не любитель сценических искусств. А если вот выдали бы на входе, можно уже было сразу бы открыть и начинать хомячить. Тогда и театральное действие. Тогда бы я боюсь, что родители нас бы не, там, или дедушки и бабушки не отпускали. Мне было немножко проще, поскольку Крёстная работала на фабрике «Ротфронт». Поэтому, собственно говоря, все вот эти ништяки в виде всяких конфет. Мне не надо было дожидаться, для современной молодежи-то вряд ли поймёт, что был такой дефицит, что надо было дождаться мандаринов на Новый год, бананов на Новый год, зелёных, причём которые купить на батарее и потом их отмораживать. Мне было немножко проще. Слушай, ну мы с тобой прям как, да-да-да, давай доставать конфеты из коробочки. Раз уж про Советский Союз заговорили прямо с самого начала, давай с него и начнём. 30 лет назад он прекратил существование, это всё-таки было необыкновенное время. Ценности были совершенно другие. Ты вот, кстати, вспомнил про зелёные бананы. Ну, например, деньги, знаешь, не были в такой цене и не имели такого значения, как сейчас. Как-то большинство населения Советского Союза без них успешно обходилось. Знаешь, а вот учитывая, что деньги само по себе это неплохо и нехорошо, вот только мне кажется сейчас плохо, что они так несправедливо распределяются. Вот жизнь без денег тогда и с деньгами сейчас, что думаешь по этому поводу? Когда было легче, лучше? Ну, это бессмысленно сравнивать. Дело в том, что и тогда, и сейчас, на мой взгляд, денег было нехти сколько. Если говорить о неравенстве, которое присутствовало и тогда, и сейчас, оно просто не было настолько явственно видно, на мой взгляд. Если бы в каких-нибудь советские времена по всем каналам была бы альтернатива телевидению, а не там не 5-6 всего лишь каналов, а был бы YouTube, то я думаю, что Союз бы распался бы существенно раньше, потому что, собственно говоря, только благодаря альтернативным знаниям мы знаем о, соответственно, дворцах элит, в первую очередь политических элит. Конечно, элиты сильно поменялись, но если... А вот, кстати, Бочаров-Ручей, это же бывшая дача Устинова. Мне тут Евгений Юрьевич Спицын об этом доложил. Это же все с тех времен, Дмитрий Валерьевич, представляешь? Я все существенно проще. Мне так повело зло, что я, поскольку жил долгое время на рабочем поселке, в котором есть, так называется, станция рабочих поселок, то есть одна из резиденций Сталина, соответственно, одна резиденция, это, соответственно, в Матвеевском лесу, я ее знал, вот, и вторая, соответственно, была дальняя, так скажем, резиденция, поскольку это рабочий поселок относился, по сути дела, если брать по старорежимному, к городу Кунц. Даже сейчас, если мы едем по железной дороге, то мы видим, что, например, станция не метро, а станция электрички Кунцова, она выглядит как-то необычно. А выглядит она необычно по одной простой причине, потому что станция электрички – это городской вокзал, по своей сути. Она находится как раз на Рублевском шоссе. Вот, поэтому, возвращаясь опять-таки к разнице и, соответственно, отсутствие сегрегации, она была. Просто мы о ней меньше задумываемся и меньше, там, больше ее мифологизируем. Мы все время говорим, что вот там были академики, у которых была машина, а у всех остальных не было. Но при этом, при всем, мы забываем о том, что госбезопасность ездила на машины. Госбезопасность, соответственно, имела привилегий. Активость СМЕРШ, например, она открывала практически все двери, которые только можно было. То есть принципиально, фундаментально, я не вижу особых отличий того времени от сейчас. Именно по причине того, что, может быть, в материальном плане, скажем так, индивидуальном, те люди, которые при власти, они не могли пользоваться индивидуальными благами. Но корпоративные блага, в общем, создавались достаточно приличные. И всегда было и четвертое управление, и были березки. И поэтому, ну и тогда, в общем, если мы возьмем и МИР в целом, и в нем тоже, скажем так, неравенство было меньше. То есть тогда не существовали Билл Гейтси. То есть если мы будем сравнивать опять то, что происходило за рубежом, по моим оценкам, уровень неравенства, именно такого имущественного, он был ниже во всем мире. Как и в СССР. Сейчас уровень неравенства выше, происходит такая сегрегация. Но эта сегрегация происходит не в результате, там, например, если мы берем в мире, не в результате страха, а в результате куда более сложных процессов. Вообще мир усложняется, как я себе говорю. Плохо это или хорошо, не знаю. И я, в общем, не могу, у меня нет вообще ключевой. Ключевой. Я никогда не сравниваю прошлые времена с действующими. Потому что тех времен уже не вернуть. Это абсолютно бессмысленно, я считаю, сам по себе посыл. Говорить, а вот когда-то там. Что вот когда-то там? Что вот когда-то там было? Вы же что, собирай, вы можете туда вернуться или попытаться вернуться? Ну, это глупость. Это тот самый попыток назад в будущее. Мартин Макфлай, который параллельно создаст реальность. Поэтому вспоминать об СССР, ну, бессмысленно. Точно так же, как вспоминать об Соединенных Штатах какого-нибудь 30-го года, бессмысленно. Я не очень понимаю даже самого посылу. А вот когда-то. А вот когда-то и в Штатах была депрессия. А вот когда-то конкистадоры... Сухой Загон, да, Аль Капоне. Ну, то есть... И так далее, да, и все это, да, очарование гангстерской эпохи. Хотя там не было никакого очарования. Ну, то есть мы сами привносим... Это ностальгические нотки, понимаешь? Мы когда вспоминаем о прошлом, мы впадаем в ностальгию. Это свойство человеческого психики. Мы сами себя просто обманываем. Мы попросту говоря, вуалируем то, чего было негативно, и оставляем только позитивно. Поэтому я, к сожалению... Ну, ты суровый и трезвый мыслящий человек. Но большинство людей, наших с тобой соотечественников, так или иначе обращают мысли назад к Советскому Союзу и вспоминают о том, что там был образ будущего. Там человек, ну, действительно, я вот с денег начал, он не засыпал с мыслью о деньгах и не просыпался с мыслью о деньгах. Даже не о самих деньгах, а как отдать кредит. Как там, значит, не поживает? Ну, кредита не было. Не, ну, это засыпал и просыпался с другой мыслью. Я, например, засыпал при Советском Союзе. Я засыпал, а где я буду работать? Потому что я это понимал еще в свое школьное время, а, собственно говоря, где мне работать? То есть у меня не было никакого желания работать в тех ящиках, в которых я впоследствии работал. Я это знал. Меня вот эти прямые рельсы еще в моей школе не устраивали. Поэтому кому как. Я не считал, что вот эта вот загнанность в эту матрицу – это норма. И сейчас не считаю. Но сейчас возможностей больше. Сейчас сдернуться из страны и, в общем-то, строить… То есть мир глобализованный, можно, соответственно, это делать. Это при СССР, это у меня не было даже близко такой возможности. А с учетом того, что я видел в очень раннем детстве, в чем разница, например, жизни в Ливии, которая расплачивалась золотом и жила на нефтяных деньгах, и в чем разница той же Чехословакии. Я понимал, что, в общем, то, как мы живем, это совсем не айс. Что это не то, что нам рассказывают по ящику. Это вопрос просто закрытости информации. А если бы при советской власти были бы поездки в Турцию, Чехословакию, Соединенные Штаты, был бы открытый мир, и была бы информация, то, я говорю, союза бы не было. То есть это просто мы впадаем в ностальгию незнаний. Кто же вам мешает? Сейчас ограничьте информацию, смотрите только первый канал, отключите YouTube и все. Ну, то есть это ложный посыл самому себе. Поэтому я за честный подход к самому себе. За честный подход тогда, потому что было очень много чего хорошего при союзе. Но и было много плохого. То есть так же, как и сейчас, много плохого и много хорошего. Но если мы сравниваем систему, то система по существованию так называемого союза, она не могла существовать сколь-нибудь долго. Она и не существовала сколь-нибудь долго. В 74 года всего-навсего казалось. Ну, даже вопрос не в 74 года, а вопрос в том, что экономической модели не было. Вопрос не в возрасте. Вон, соответственно, Туркменистан до сих пор существует в этой парадигме. Но он существует в парадигме, когда есть небольшое количество элиты, которые красиво ездят на зарубежных внедорожниках, пишут музыку на зарубежных синтезаторах. Есть абсолютно нищие, в хлам нищие люди, которым, соответственно, пропаганда вкладывает в голову абсолютно трешак. Точно такая же ситуация с Северной Кореей. Это вопрос, что такое пропаганда. Пропаганда – это осознанность незнания, которая дается прямо, вот ты знаешь ровно от сих до сих. Причем это относится к любой пропаганде, хоть там леволиберальный, праволиберальный, наоборот, какой-либо. Пропаганда – это осознанный фокус, который ты выбираешь. А как только ты начинаешь переставать, как это, пользоваться пропагандой, и ты начинаешь расширять свое сознание до куда больших моментов, то это куда более сложный выбор становится. Поэтому при Союзе, я могу сказать, что Союз бы идеологически перестал бы существовать, если бы те же голоса Америки, которые глушились, о всех авариях на шахтах мы бы знали при Союзе. А они были. Про всех бунтах, которые были, которых расстреливали, они тоже были. То же самое, как если бы все реальные потери в Великой Отечественной тоже были бы раскрыты сразу. Но они и сейчас не раскрываются, они осознанно не раскрываются. Поэтому все документы... Послушай, а разве потери в Великой Отечественной войне можно ставить в вину Советскому Союзу? Это же не Советский Союз напал на Гитлера. Вот это вот любят либералы очень, к жертвам репрессий, прибавлять потери. Я сказал конкретно, скрывать информацию о количестве, а не о жертвах. Жертвы сами по себе были. Как бы то ни было, они были. Тут ключевой вопрос. Были. Жертвы были. Ну так все-таки чья это вина-то? Подожди, я же не про вину, Саша, говорю. Не-не-не-не, я тебе объясню. Я же провел три эфира про Сталина подряд. И про то абсолютно, я тебе сказал. Я услышу тебя, мой дорогой. Раскрытие информации и про кто виноват. Не надо путать теплое с мягким. Это вот давнее уходить в пропаганду. Информация должна быть раскрыта. Информация закрыта? Закрыта. Это чья вина? Каких-то либералов? Нет. Количество мы по-прежнему обсуждаем. У нас по-прежнему работают поисковые службы, которые до сих пор захоранивают наших бойцов. Если немецкая машина знает своих наперечет, и количество незахороненных бойцов является единичным, то мы зачастую захораниваем сотни. Потому что каждый год находится какой-нибудь поисковый отряд, который находит десятки, сотни бойцов. Это при чем здесь там либералы, патриоты или еще кто? Это означает, что мы до сих пор сами с собой не разобрались. Какой бы строй бы здесь не был. Но мы с тобой вот пробуем разбираться в наших эфирах. Мы пока еще даже не начинаем и даже сотой части деталей. В этом-то и проблема, что мы как раз наших сограждан, не очень их большое число, мы им медленно, но верно говорим о том, что нужно брать весь спектр. Были репрессии? Были. Плохо это или хорошо? Бессмысленно сейчас это обсуждать. Я свое отношение к этому давным-давно высказался. Для меня один неправосудный приговор, один. Этого достаточно, чтобы сказать, что верховное лицо принимает решение, и оно должно быть смещено. Именно по причине того, что всегда это надо протаскивать. Неправосудность не может быть в государственной политике. А там уже не имеет значения. Десять, двадцать миллионов, потому что так называемые патриоты с так называемыми либералами спорят только за количество. Почему здесь спорить за количество? Вы правосудны или неправосудны? Если говорить, так называемые патриоты все переводят, говорят, ну в Америке тоже есть ошибки. Я, к сожалению, вот при всем уважении я не вижу такого количества политических заключенных взорозарубь ежом. Потому что если бы они были, наши бы федеральные бы СМИ их нам бы вытащили. А у нас уже... Ну а кто-то за ведьмами была, давай вспомним. Времена сенатора Мака. Это было тоже. Нет, нет, нет. Тут очень важно сразу упреждать о количестве. У нас нету вот за все последние сто лет нашей российской и советской истории нет ни одного времени, когда небо не идет гражданская война. И в этом-то основная проблема. Ни СССР, ни Россия не находится ни в каком состоянии спокойствия. Вот, поэтому я за полноту информации, потому что ключевой вопрос на сегодняшний день, и по-прежнему, который у меня есть и на протяжении СССР, и на протяжении современной России, он одинаков, к сожалению. Отсутствие свободного доступа к информации. Для меня, что СССР, что современная Россия, когда мы говорили о неравенстве, есть абсолютное равенство. Последние сто лет мы закрываем информацию. Мы ее вот прямо вот ровно... Какой у нас режим, мы делаем ровно ту маску, которая нам... Все, ребят, не надо рассказывать, что эти правильнее тех, а вот те неправильнее эти. Для меня вы одинаково. Сам факт сокрытия информации для тебя... Да, факт сокрытия информации для меня говорит о всем. Мне ничего не надо больше говорить. Вы говорите, накладываете маску, что вот это так. Для меня там... Вторая мировая война, это с 1939 по 1945 год. И при этом для меня точно так же. Величайший подвиг советского народа. Величайший подвиг советского народа. Но рассматривать войну без привязки 39-го и 41-го, потому что это вот как раз то самое, когда мы осознанно накладываем масочку. Мы так говорим... Не-не-не-не-не. С 1939 по 1941 это... Мы в войне не принимали участие. Люди гибли, простите. Люди гибли. Реально, это наши советские люди гибли с 1939 по 1941. Ты имеешь в виду войну в Испании? Не только в Испании. Ну, Сингул. Ну, да. Наше принятие участия... Еще раз говорю, мы вступили в войну с 1939 по 1941. Мы принимали также участие. Наши военспецы. Тоже... Там не про количество говорит. Даже погибший один советский солдат, когда мы, соответственно, у нас были совместные парады с гитлеровской Германией. Был? Был. Ребята, люди гибли? Гибли. Один, пусть это не миллионы. Да, у нас была разная история. Да, мы по-разному взаимодействовали с нашим последующим противником. Но это просто надо принимать и осознавать. И только в том случае, когда мы всасываем в себя, проживаем этот опыт и говорим, да, мы здесь ошибались, но и после не просто так, мы вот здесь ошибались, а здесь мы были великими победителями, только в этом случае рождается сильная личность. А как только сильная личность, какая бы она ни была, говорит, вот концентрируемся на том, что было с 1939 по 1941 год с пляжа, концентрируемся на том, что с 1941 по 1945 с пляжа. Для меня картина с 1939 по 1945. Я за сильную Россию в части принятия себя во всех ее ипостасиях, даже в самых неприглядных, как бы она ни показалась. Вот что касается неправосудных приговоров, ты меня, практически я сейчас вспомнил, так напутствовал перед эфиром с Яковом Джугашвили, когда я с тобой советовался, как его провести. Но одним эфиром дело не кончилось, я снял авторский эфир про сталинскую индустриализацию, и я тебе хочу сказать, что судя по комментариям, то, что я рассказал, людей ошеломило масштабами, темпами, показателями и так далее. И мы еще с Евгением Юрьевичем Спицыным поговорили о количественной стороне происходящего, хотя, повторюсь, что тебе это уже не суть важно. Если бы хотя бы один неправосудный переговор, то все, для тебя, значит, картина происходящего становится понятна. Ну вот смотри, в итоге, поработай, пожалуйста. Должен отвечать обязательно, да, потому что не бывает так. Работай, пожалуйста, аналитиком. Вот смотри, меня сейчас после этих трех эфиров личку все завалили, спрашивают, Александр Юрьевич, а вы, оказывается, сталинист? Я, значит, как всегда спокойно и как всегда рассудительно отвечаю на это, что нет, я вообще ни разу не сталинист. И просто мне не нравится, я тебе хочу сказать две вещи в отношении Сталина. в подаче большинства аналитиков и лидеров мнений, так называемых. Значит, первый момент. Что такое Сталин? О чем говорится, упоминая имя Сталина? Говорится о том, что Сталин это репрессии, это кровавый палач. И в этот момент у меня возникает вопрос. Ребята, а что вы только одну строку из баланса приводите? Причем отдельный вопрос, не перевераете ли вы цифру, да, этой кровавости? Это первый момент, но это даже не самое важное. Опять это... Не-не-не, я тебе говорю, это менее важно. Второй момент. Второй момент очень существенный. Вот послушай меня. И, как говорится, тебе слово. Под разговоры, как мне кажется, полезных идиотов о кровавом Сталине растащили страну на яхты, на строчке в Форбсе. И причем это так компанемент, я так понимаю, что вот в решении этих задач вот наш сегодняшний вид, он сильно помогает. Это там был кровавый мордор, там и так далее. И вот, значит, вот там ломается копия во всех этих многочисленных ток-шоу Сталин такой или Сталин не такой. Мне кажется, это разводка, да? Прости меня за язык, как на районе, да? Вот что скажешь по этому поводу? Ну, я тебе могу в обратку отзеркалить, что если мы возьмем федеральный канал, то Сталин наоборот и, соответственно, в установке ему памятников превозносится как лучший правитель страны. Ты опять, я тебе это говорил еще до эфира с Джугашвили. Как только ты выбираешь какую-то сторону, имеется в виду сторону как это, невзвешивания, потому что если бы, там, ты будешь получать, соответственно, обвинения в сталинизм. Потому что при Сталине были репрессии? Были. При Сталине была индустриализация? Была. И то, и другое, правда. Я не просто так, начал свой спич с 39-го по 45-й. Нельзя никакую часть человека выделять отдельно. Нельзя. Ни при каких обстоятельствах. В этом случае... Спасибо, спасибо, Дмитрий Валерьевич. Это очень важно, то, что ты сказал. Мы занимаемся, значит, пропагандизмом. Потому что, еще раз, невозможно поменять прошлое. Совсем невозможно. Ни при каких обстоятельствах. И, соответственно, вот там дом у меня находится рядом с коммунаркой, и там лежит огромное количество трупов. Вина ли? Вина абсолютно. Индустриализация сделана руками и в том числе этих расстрелянных? Да. Но были, соответственно, был менеджмент. Менеджмент такого характера. Хороший ли он плохой? Он плохой для населения. Мы его до сих пор расхлебываем. Хорош ли он для тех условий? Для тех условий, возможно, он был неплох именно по причине того, что он позволил добиться много чего. Возможно ли такое повторение? Да, возможно. Ключевой вопрос, опять-таки, я всегда говорю фразу великих китайцев. Не надо сожалеть об ошибках прошлого, надо предотвращать ошибки будущего. Потому что у нас сейчас мы идем по той же самой логике. Вся проблема в том, что мы, если Германия, например, то кается, то за войну, то перед евреями, то перед всеми нациями, мы не сделали никаких выводов, и мы гражданскую войну не прекращаем, а наоборот ее увеличиваем. У нас по-прежнему сегрегация высочайшая. Именно поэтому у нас день сурка. Потому что мы делимся на сталинистов и патриотов, мы делимся на либералов и условных каких-нибудь государственников. А я все, простите, практически в каждой аудитории, я, например, про себя знаю, что я к себе могу применить свой среди чужих, чужой среди своих. Потому что я могу сказать, ребятки, чума на оба ваши дома. Как только вы начинаете, для меня не меняется знак. Потому что я прекрасно понимаю, что будет после Владимира Владимировича. После Владимира Владимировича будет разборка. Разборка очень серьезная и причина очень простая. Потому что гражданская война, она сейчас в полном разгаре. И ни при каких обстоятельствах не должен сидеть там Юрий Хованский, который абсолютно для меня был внутренне очень мерзотным пацаном. То, что я вот смотрел, видел, не его поведение, не то, что он делал. Абсолютно мерзотное качество контента, скажем так. Я периодически там заглядывал на это. Но при этом пацан, который сидит за дурацкую песню, не должен сидеть. Мальчик и девочка, присевшие на Красной площади, не должны отбывать 10 месяцев в колонии, не должны, потому что разницы между ними и ранее репрессированным только в одном, что слава богу, что режимы за то время, которое мы прожили, и это относится, кстати, ко всему миру, стали менее кровавыми. Мы перестали наконец-то, слава богу, укатывать всех, просто расстреливать без судна на полигонах в Бутовой, в Коммунарке. Но от этого лучше не стало. От того, что там Холландский отсидит какие-нибудь три года, от того, что погиб немцов, был убит немцов, это все неправильно, потому что это не дает стране, вот той стране, в которой я родился, которую я люблю, патриотом, которой я искренне являюсь, не дает позитивного развития. И основная наша проблема это гражданская война. И она идет, она идет постоянно. Просто трупы у нас, ну, у нас есть и реальный труп, потому что есть убийства этих несчастных журналистов, той же Политковской и же с ним. Проблема заключается там в том, что их слишком много. А для меня, даже еще раз говорю, одна человеческая жизнь это высокий абсолютный маркер. Люди сейчас гибнут, но они гибнут по-другому. Они гибнут, значит, вот структуру сверхсмертности человечества еще предстоит проанализировать, после окончания пандемии. Вот. Ну так сверхсмертность сопоставима с количеством расстрелянных записки Руденко за 33 года. Понимаешь? Государство в любом случае убивает. Помнишь эти бессмертные строки Оскара Уальда и каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Мы все убийцы. Да, так или иначе, в прямом или в переносном смысле. Весь вопрос только, есть ли в этом здравый смысл какой-то или нет. Есть в этом какой-то, если угодно, высшая какая-то такая подоплека. Есть ли в этом стиль какой-то. Вот все вместе это очень существенно. Расстрелянный человек на полигоне в Бутово и человек, который умер от неоказания медицинской помощи, который лежал в своей квартирке и понимал, что его оставили все. Они его сравнимы, потому что действительно люди погибшие, погибающие сейчас от неоказания помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям из-за того, что введены QR-коды, или QR-коды или вот еще что-то. Я не просто так поставил, но это добрый QR-код. Друзья, не переключайтесь, мы по QR-кодам сегодня со всей пролетарской радиус. Да, это добрый QR-код, это мы с Андреем Юрьевичем Гаврилом собираем на бутлек, что называется. Слушай, да я вообще ничего против QR-кодов не имею. Я как инженер понимаю, что при помощи QR-кодов на любом производстве, например, автомобилей, возможно, мгновенная инвесторизация. Как управляющий, точно, вот нажав на кнопку на компьютере, ты понимаешь, сколько у тебя болтиков, сколько у тебя гаечек. Тебе не нужна эта дебильная складская инвентаризация, когда производство... Это вообще хорошая вещь. Это просто механизм. Да, 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 но то, что, как говорится, механизм, смотря в чьих руках, да, кому он применяется. Вот что существенно. Людям леет, поэтому ничего не дальше. Давай тогда нашу идеологическую часть свернем, я следующую конфету достаю, она, знаешь, с таким запашком, честно говоря, но вкусные конфеты, друзья, тоже будут. Слушай, ну уж просто вот меня поразила эта вещь, вот этот так называемый воровской прогон. С инструкцией не считать людей, подвергшимся, скажем так, особому вниманию со стороны администрации, насилию, отъехавшими в петухи, мне одному показалось, что это запредельный трэш. Потому что, знаешь, вот все как один заговорили во всех оппозиционных новостных каналах, что, мол, вот смотрите, воровская среда проявляет больше гуманизм по сравнению с властью. Но вообще-то, значит, это все и то, и другое, и власть, и вот этот вот прогон, и вся эта среда, это какая-то, ну давай я скажу вежливо, лютая архаика. Ну, понимаешь, и не видно границ, где заканчивается официальная власть и начинается неофициальная. И официальная власть использовала вот эту вот старинную, вот этот уклад жизни на зоне в своих интересах. Да, давай вещи своими именами называть. начнем начнем с базовую, значит, собственно говоря, ну, пока никто из воровских, по крайней мере, это не опроверг, это первая часть Морлезонского балета, вторая часть Морлезонского балета. Внимание, вопрос, вот появился этот прогон, а до этого прогона пыток не было? До этого прогона, не знаю, никто, кто делал все эти пытки? то есть, кто-то там не знал, положенцы не знали, вора не знали. Ну, то есть, это где эти хаты находятся? Так, по-честному. Ну, вот разговор о том, что есть красные и синие, а сейчас есть еще и зеленые зоны, мы их там действительно сейчас как минимум три таких грубых. Ну, тоже надо понимать, что вы все, 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 все знают. Те, кто ломает людей и в крест-хатах и сажали на бутылки, и ранее были. Поэтому уж, так скажем, это как раз вопрос о всеобъемлющем знании. Было ранее? Было. Несем за это ответственность. Все вместе нищем ответственность. Хорошо, что появился такой прогон. Да, хорошо, что появился такой прогон. Вопрос, почему он не появился ранее. И, собственно говоря, а что с ранее, ранее прошедшими эти пресс-хаты делать людьми? Ну, потому что не до воровского прогона были еще люди, которые точно так же прошли пресс-хаты, которые были под контролем. Поэтому здесь да, хорошо, что такое появилось. Будет ли это какой-то системным изменением? Ну, это вот одна из цепочек, одна из, скажем так, из-за одна из капелек в чаше, что, когда я вот сейчас говорю, что сейчас нет то, что делает власть, именно власть, она сама себя свергает. Она свергает себя прям по всем, вот прям по кусочкам. Вот эти блохеры, вот эти, господи, детишки, которые какую-то хрень там поют, танцуют или еще что-то, они должны это делать. У них жизнь такая, они обязаны это делать. Это тот самый возраст, когда дети должны всякую херню делать. Дорогие взрослые, сидящие в больших кабинетах и с большими погонами, они должны, у них должен быть возраст, и этот возраст приблизительно как минимум лет до 25, а то может и до 30, пока ребенок, дитя там, скажем так, или даже не дитя по паспорту, должен понести всякую хрень. Потом, поверьте мне, к сожалению, по большей части они все остепенятся. Вы посмотрите на ту же Жанну Агузарову, ведь насколько ее образ был эпатажный, взрывной, сейчас уже этого нет. Поэтому дайте время людям беситься, они не наносят никакого вреда ни обществу, ни морали, ни сознанию. Потом они станут такими же старыми брюсками, как и вы. поэтому если вас за их по большей части, на мой взгляд, задевает именно то, что они не смогли, а вот эти реализовываются, вот что я вижу вот в этом противодействии. Плюс ко всему вы это делаете внутри ваших систем. Я вот сколько говорил, общаюсь с офицерами, с судьями, все практически говорят одно и то же. мы не будем вписываться ни за какие так называемые дела. Даже в их системе координат судьи, которые судят соответственно так называемые резонансные дела, они относятся к людям-изгоям в их системе координат. То есть у них тоже есть свои как говорится изгои, свои опущенные, свои там. Вы это сами создали, дорогая власть. Вы прямо осоза, вот я вот вижу день от дня вы прямо себя свергаете. Другое дело, что почему меня тоже не вызывает радость, свергаете вы себя говном. После вас останется говно. Это большая проблема, что никакой позитивной повестки не для тех, кто остается после вас, и не после того, что как вы, вы отсюда не свалите. Никаких за рубежом счетов у вас не останется, я вот этого что творите, да, я, ты знаешь, этот вопрос задавал, наверное, раз 20. Ребята, вы что, совсем, что ли, вы там как-то вы творите себе страницу. В армии, помнишь, была команда товарищи офицеры, приведите себя в порядок, ну, то есть, вот. Да не будут они этого делать, я прекрасно понимаю, что они живут как последние дни. Ну, остановить их в этом невозможно. Была такая шутка, я считаю ее шуткой недели, да нет, так не может долго продолжаться, подумал народ. Остановись в мгновение, ты прекрасно, подумала элита. Вот знаешь, ну, тут в мгновение прекрасно, это все, конечно, в кавычках, но все-таки давай с прогоном закончим. Вот скажи мне, пожалуйста, вот это вот сращение власти и криминала, оно в России в принципе всегда было. Сейчас, мне кажется, оно имеет во-первых, беспрецедентный характер. Я вот на этом примере, вот по результатам всей этой истории, в которой швабры гнулись и трещали, я вдруг увидел, что оказывается система понятий, которую мы с тобой очень хорошо изучили в 90-х, это гораздо более справедливая, а главное, постоянная система представлений о мироздании. То есть законы-то сейчас, это же вообще, вот к нашей с тобой беседе, мне юристы подготовили анализ конституционности введения законопроектов 17358 и 17357, насколько они вообще соответствуют Конституции. Дмитрий Валерьевич, у меня четыре страницы текста по этому поводу, даже непосвященному человеку видно, что это люто противоречит основному закону. Вот что скажешь по поводу сращения власти и вот... Это не совсем сращение. Когда я говорил о параллели тому, как развивались, например, Штаты и как развивалась СССР, я хочу сказать, мы очень редко пытаемся отловить, что зачастую те или иные тренды, работающие в разных обществах, с разной социальной системой, с разной финансовой системой, с разным уровнем образования, зачастую это зависит даже при полном разрыве коммуникаций, тем не менее, они параллелятся. И вот здесь все, что касается соответственно власти и правской власти, на мой взгляд, это просто параллельные тенденции. Точно так же, как в свое время, были так называемые старые воры, которых несколько человек я знал лично, которые никаким, никоим образом не признавали вот этих апельсинов. Прямо было у них четкий водораздел. Это привело даже в том числе к криминальным войнам, то есть войнам вот этих группировок. А поскольку люди очень все тогда считали ответственность только по крови, то привело к аллеям героев. Да, была сучья война серии 2. Много, да, но сейчас, например, очень сильно поменялись в том числе и понятия внутри этих структур. Они стали более, я бы сказал, демократичными. по сравнению с официальными надстройками ты имеешь в виду? Конечно, не только с официальными, но и с теми порядками, которые раньше царили. Это неплохо, нехорошо, это как раз развитие общества. И, конечно, например, для официальной власти плохо, что воровская власть в данном случае на местах идет другим курсом, просто физически другим курсом. И ввели эту статью за занятие высшей иерархии, высшего положения в иерархии воровской. Точно так же пошел прогон, что вы в своей среде должны признавать себя вором. А грубо говоря, с ментовскими и, соответственно, в гражданской среде вы можете отрицать все, что угодно. Вот тебе и адаптация к тем или иным условиям. Вопрос же, опять-таки, не в этом. Не в параллельности этих, скажем так, взаимоотношений, продуктов или развития социального общества. А вопрос в том, что какая страна и что мы получаем? Хороший вопрос. Какую гражданское общество мы получаем? Мы, гражданское общество, соответственно, у нас оно очень и очень, во-первых, атомизировано, очень настроено на конфронтацию, очень сильно настроено на конфронтацию. И вот я вот сегодня там ехал, например... На конфронтацию с кем? Вот на горизонтальную конфронтацию или на вертикальную уже? Ну, и туда, и сюда. И туда, и сюда. Нет, просто вертикальная агрессия, она была исключена несколько технично. Вся проблема, что мы деремся... Мы же друг друга стреляем, понимаешь? Если кто-то кого-то подрезал... Мы все со всеми деремся. Поэтому... в этом-то и основная проблема. Мы все со всеми деремся. Ну, это то, что ты говорил в начале нашей беседы. Это гражданская война, она продолжается в умах. И это, наверное, самая серьезная проблема нашей страны на сегодняшний день. А давай немножечко помечтаем, как вообще может быть... Сейчас вот конфеты повкуснее. Немножко сменим тему. Самый богатый человек в мире. Предприниматель. 11 миллиардов, заплатил. Ну, даже нет, я не это имею в виду. Основатель SpaceX, это я для зрителей говорю, и Tesla, стал человеком года по версии журнала Time. Значит, что о нем написано? Этот человек, который стремится спасти нашу планету и помочь заселить новую, шут, провидец, гений, провокатор, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид, Эдисона, Барнума, Карнеги и доктора Манхэттена из хранителей, значит, 250 или 300 миллиардов у него колеблется личное состояние. Что думаешь о нем, Дмитрий Валерьевич? Ну, я считаю, что тот маркетинг, который он сделал и те продукты, которые он делал, продукты, может быть, имеют и как бы среднестатистические характеристики. Можно найти лучше, хуже, но с точки зрения момента продвижения он талант, это надо спокойно себе признавать, нам бессмысленно его обсуждать, потому что, вдруг говоря, его капитализация это капитализация нашей страны не несколько раз. Поэтому что обсуждать? Нам бы, знаешь, разобраться с нашими подъездами. Я тебя хочу просто на эмоции вывести, на позитивные, как я зрители вывел, на позитивные эмоции от индустриализации. Вот смотри, вот действительно, в отличие от большинства пророков, которые там что-то там нам вещают о том, что там будет, Маск же это будущее, он творит. Понимаешь? Да, он делает здесь и сейчас. У него получается предсказывать и творить то, что он предсказал. Это же потрясающе, верно? Это же потрясающе. Он молодец, а то он использует ту силу как раз на созидание. Это вопрос внутренней силы человека. Это то, о чем я говорю, потому что гражданская война, которая у нас есть, у нас огромное количество сил. Вот я сегодня ехал и слушал одного из известнейших пропагандистов по радио. И я попросил выключить соответственно водителя вот эту хрень. Причина очень простая, потому что человек в таком истеричном, да, в смысле театральности прямо нет никаких претензий. Такой драматизм, постоянный уровень истерики, постоянное апеллирование к очень негативным эмоциям. А почему пригласить... Странно, что таксист слушает. Таксисты, это же передовой отряд нашего общества. Мы через них узнаем все новости, да, там. Так, в таксистах... Разные таксисты бывают, возможно, что предыдущий там пассажир просто слушал именно это шоу. Для меня это... Ну, я, благо, его знаю очень хорошо, нашу любимую пропагандист. Я не скрываю, что он талантлив в определенной части, но каждый свою силу, как это, имеет возможность использовать в разных знаках и к разному приводить. Я прекрасно понимаю, что использовать свою силу на белую сторону менее выгодно, чем на черт. Это всегда было, есть. Это менее доходно. Ну, в гору идти сложнее, спускаться с горы значительно легче и веселее. Понятно? Даже даже не... Копать под землю попроще, чем... Слушай, ну, все-таки возвращаясь к Маску, смотри, вот он делает невероятные вещи, дурацкие, казалось бы. Вот, взять ту же самую Теслу. Я помню, когда-то давно отцы-основатели, значит, главтемы, еще Михаил Зинович Юрьев был жив, с Леонтьевым Маска обсуждали, а у Юрьева, кстати, Тесла была в частной собственности. Правда, эта машина у него была в Америке, так что он знал, о чем он говорит. И Леонтьев ему все время возражал. Юрьев тоже восхищался Маском, он говорит, слушай, ну, это же банкрот, банкротович банкротов. Ну, то есть, Тесла действительно, она всю дорогу была убыточной, но, внимание, параллельно с ее убытками росла ее капитализация, которая сейчас, по-моему, превысила триллион, и она превысила капитализацию всех остальных автомобильных компаний вместе взятых. Вот, понимаешь, вот есть какой-то условный дурак, да, давай возьмем это слово в кавычки, и, ну, Леонтьев же говорил, ну, так сказать, с точки зрения общепринятых воззрений на экономику, ну, как так может быть, да, компания генерирует убытки и дорожает одновременно, это какая-то афера. Сейчас, по-моему, она выходит, наконец-то, на прибыли, и происходит такой забавный момент, знаешь, в общественном сознании, к этому дураку выстраивается там в затылок много умных, которые говорят, да-да-да, мы говорили, что так может быть, понимаешь, меня это так забавляет, это вообще, ну, я извиняюсь за это районное слово, ржака, Дмитрий Валяевич, ну, правда, он действительно, ну, шут в очень хорошем смысле слова, такой, знаешь, второй есть аркан дурак. Профессиональный, профессиональный, он профессиональный маркетолог, я бы сказал бы, с точки зрения, и, когда обсуждалось, ну, с точки зрения экономики, когда идет сухо, разговор был о том, что он банкрот, я говорю, да, он может быть банкротом, его убытки могут быть, с полиугольник, но означает ли, что для рынка это плохо, для рынка это офигительно, потому что это означает, что у него огромное количество кредиторов, которые, если вдруг, ни с того, ни с сего, он уйдет со сцены, у них на очень демпинговых условиях окажутся все патенты, все ресурсы этого таксанного дурака. Поэтому, с точки зрения экономики, никакой проблемы в том, что он находится в убытке, вообще любое предприятие, для того, чтобы развиваться, оно регулярно, оно нормальное, его состояние находиться в убытке. Это пословица, которую я многократно приводил, например, даже в наших эфирах. Так, поясни, пожалуйста, многим предпринимателям, которые смотрят наш эфир, эта мысль покажется такой парадоксальной. Нет, мысль очень простая, оборот факт, прибыль искусства. Когда вы, простите, инвестируете постоянно, вы все, вы постоянно должны... Убытки нормально, при том, при агрессивном развитии бизнеса, это нормально. При любом развитии. Вы всегда, вопрос не в убытках, вопрос возможности их покрывать. Вот Элон Маск, это как раз предприниматель, который создавал убытки, генерил убытки, с возможностью их покрывать. Кредиты, ну, поскольку у нас в нашей парадигме кредит это плохо, не существует некредитного развития предприятия. Не существует, да, факт, к сожалению, да. Ну, потому что многие говорят, ой, вы знаете, а вот я там накопил, разве, там, взял друзей или еще одно, есть традиционный 3F. Друзья, full friends and family. Откуда берутся деньги на первое развитие. Только я хочу вам напомнить, что это тоже деньги убыточные, потому что как только вы взяли эти деньги или сами накопили, у них есть альтернативная доходность. И поэтому, если у вас в голове существует или вы произнесете или там напишите хрень, что я вот накопил и это мои деньги, я не мог прогореть, вы прогорели уже, потому что вы не умеете считать деньги. Деньги имеют то же свойство инфляции раз и альтернативного дохода два. Поэтому взяли 100 рублей, вы должны не просто сказать, я вот вкладываю в свое предприятие, вы должны поставить альтернативную доходность по этим деньгам и считать это по-честному. И я вас уверяю, что ваше предприятие окажется еще в больших убытках, чем вы бы там могли представить. Слушай, а вот вспоминая стихотворные строчки, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов Земля российская рождать. Вот это вот палочно-швабровая система, она к чему приводит? Про Маска даже есть такая шутка, что в России Маск Теслу бы не построил, потому что он еще не отсидел бы за PayPal, который у него бы забрали, ну, у него бы его отжали. Да, давайте, Чеваркин забрали. Есть даже лекция, которая названа именно так, соответственно, за авторством твоего покорного услуги, которое, что так, можно найти в интернете, что в России Элонов Маска не может быть. Да, не может быть. У нас, если мы посмотрим по структуре списка Forbes, у нас это сериевики. Или промышленники за рубежом. Это бизнесы из воздуха, можно сказать, или на воздухе, то есть на информацию. Это фундаментально разные вещи. Друзья, внимание на экран. Эта таблица, этот график показывает изменение ВВП на душу населения вдруг в двух странах, в Пуэрто-Рико и в Российской Федерации. Для зрителей, которые не любят читать графическую информацию, скажу, что в 1990 году в России по душевой ВВП оценивался примерно 7 тысяч долларов на душу населения, в Пуэрто-Рико 8,7 практически, ну там за минусом сотых. В 10 году в РФ по душевой ВВП повысился до 11 тысяч долларов, а в Пуэрто-Рико этот показатель превысил 26 тысяч долларов. И, значит, в 2020 году у нас ВВП припал до десятки, практически, даже, по-моему, чуть вниз уехал, а в Пуэрто-Рико, несмотря на все ковиды и все прочее, он сейчас 30. Пуэрто-Рико с испанского переводится, это, я так помню, богатый порт, основные статьи доходов это туризм, такой неполезный продукт питания, как сахар, и там есть немножечко нефтехимии, немножечко фармацевтики. Дмитрий Валерьевич, почему так происходит? То есть мы чего, мы совсем уже ниже плинтуса, вот что, мы Советский Союз с тобой поругали, вот смотри, прошло 30 лет. Вопрос не Советского Союза, мы, у нас Советский Союз остался, мы сейчас находимся в Советском Союзе просто в его развитии, просто после элиты партноменклатурной пошла другая элита, их внуки, дети и все остальные. Ну, давай говорить, что это все-таки идеологические предатели, потому что, ну, вот есть такая точка зрения, что мы сейчас плохо живем, потому что Путин и Ельцин коммунисты. Ребят, какие они коммунисты? Ну, они, они все отловили, все отловили слабость системы, воспользовались слабостью этой системы, а слабость системы, потому что она построена на элитах, она построена в разнице между нами и миром, там строят институции, у нас строят кланы. Все, у нас одна большая разница. Задай среднеарифметический вопрос гражданину, который у нас сегодня смотрит, как он будет, например, если он придет в какое-нибудь министерство и ведомство нанимать людей. Вот просто ему фортануло, его вынесло на какую-то верхнюю, верхний эшелон власти. 90% 9,9% в прогрессии. С этим, Вася, я работал, с Колей я работал, этот мой друг, товарищ, а этот там мой родственник. Никто не будет заниматься отбором по профессиональным требованиям. Почему? Потому что сам не профессионал, потому что сам не готов под эти термины пройти. И он именно поэтому, заметьте, выдвижение в президенты, у нас под каждым видео есть любого абсолютного эксперта, Васю в президенты, Колю в президенты, Машу в президенты. Соответствует ли этот персонаж квалификационным требованиям? У нас-то в том все время проблема, если мы посмотрим на наших вождей, ни один из них не должен был бы быть ни генеральным секретарем, ни президентом. Но, тем не менее, они были. А знаешь, что сказал неугомонный Маск, это самое, одно из его последних публичных заявлений? Он говорит, а давайте установим предельный возраст для политических деятелей. Понимаешь, я вот, я не знаю, вот все его твиты я им готов аплодировать стоя. Вот это вот, вот это вот геронтократия, вот это вот шамканье там про все эти прививки, про вот все эти дожития, там, значит, вот победим эту заразу коронавирусную. Я об этом говорил в эфире про индустриализацию, а где образ будущего? Ребята, ну человек же не скотина, ну так нельзя. Ну то есть, вот какие у нас ценности, вот сейчас нас что ждет? Вот эта вот красивая картинка, которая у тебя фоном сейчас, наши зрители ее видят в QR-код, вот это вот, это наше будущее? Наше будущее, это наше прошлое, наше будущее, это крепостное право. Мы в нем очень хорошо купаемся. Мы в нем очень хорошо обустроились, и очень хорошо в нем купаемся. А почему? Это ты повторяешь мысль Пастухова, который говорит, что Россия на каждом витке упрямо воспроизводит вот это вот вот это вот уложение имени Алексея Михайловича, тишайшего. Вот почему? Почему это у нас так въелось, как ржавчина в металл? Можешь, какие-то психологические причины, какие-то вот это что-то сверху. Это очень комфортно. ничего, что сверху. Мы же, когда переезжаем за рубеж, мы же как-то все по-другому идем. Причина очень простая, опять-таки. Свободно быть больно. Очень больно. Некомфортно. Это то, о чем мы обсуждаем на протяжении всей программы. Надо будет из самого себя принять, что дорогой друг, глядя в зеркало, да вообще ты говни. Ты бываешь и говнюком. Такое случается. И иногда у тебя бывают проблески, как это, ангела. А так-то ты по большому счету говнюк. Кто готов вот этим самоанализом заниматься? Кому это надо? Послушай, ну ты вот, когда ты сам сказал, что ты засыпал и просыпался не с мыслью о деньгах, а с мыслью о работе, да, ну то есть я так себе позволю предположить, что ты был озабочен своей реализацией. И я, как и ты, в какой-то момент, проснувшись утром, я понял, что все, у меня больше нет окошка, из которого мне выдадут зарплату. И это было очень нелегко осознавать. И я сейчас чувствую себя, знаешь, ментально и духовно старше многих своих соотечественников, потому что вот сейчас вот значит на слуху у нас поднялся весь этот вой по поводу закона, ну изменений в закон о полиции, что они могут вскрывать, что они могут залезать там в квартиру, там и так далее. Дмитрий Валерьевич, ну наши с тобой коллеги предприниматели на все это смотрят, я не хочу сказать, что со злорадством, но с некоторым таким, с некоторой такой досадой, потому что общеизвестно, что как бы соответствующие главки МВД, которые занимались экономической преступностью, у них основной инструмент был не ручка, не лист бумаги, не там какие-то профессиональные инструменты, а болгарка, с помощью которых они вырезали двери в складские помещения, то есть для этого та самая боль свободы, о которой ты говоришь. Ну, да. Ну, здесь никакого злорадства, конечно, по отношению к гражданскому обществу у меня нет. Ну, оно же говорилось, что вот так и надо этим коммерсам, они, небось, там правильно-правильно вырезаются двери, они там, небось, там что-нибудь нахомячили. Разве так не было? Ну, давай, ну ладно. Было и что? И будет. Ну, это государственная политика, это и есть государственная пропаганда. Что-то как-то я правдорубством стал увлекаться в последних эфирах, это не к добру, явно. Да, так и было, так и останется, так и будет. От этого, что завтра, если, условно говоря, тебя запрессуют или за меня запрессуют, что будут многолюдные митинги, митингов нет. Что, не знаю, там, твоей семье начнут поступать донаты от гражданского общества не начнут поступать на адвокатов, которые будут стоить как крыло отбоя. Что, не знаю, будет очереди из передачек в ИВС, в СИЗО? Не будет. Ты знаешь, а человек, который вдохнул один раз воздух свободы и вышел из матрицы, вот помнишь великое произведение великого писателя Шолохова Тихий Дон. Там во втором или в третьем, по-моему, томе была сцена расстрела красных казаков, был там такой хорунжий бунчук, и один из расстрельной команды указывает своему товарищу на уже мертвого бунчука, сказал, а вот этого посмотри. Он говорит себе, как волчуга, плечо надкусил и помер молчком. Ты знаешь, я это самое, волчара дохнет, не дрожит, как пел Александр Якович Шерзенбаум, и ни я, ни ты себя жалеть не будем, но очень плохо, что нас не будет жалеть гражданское общество, потому что таким образом оно не жалеет себя. То есть все, что транслировалось на, скажем так, какие-то элитные общественные группы со стороны власти, все это так или иначе будет спроецировано потом и на так называемых простых людей. Я не хочу никого лично оскорбить вот этим вот определением. Да, но я имею в виду людей, которые где-то работают, трудятся как наемные служащие, там и так далее. Это ведь, ну, в философской глубины проблема, правда, свобода и не свобода. Это не вопрос философского выбора, это вопрос ментального выбора. Свобода, она очень тяжела. Быть свободным, дорого, невыгодно, зачастую бессмысленно. Когда я говорил тебе про утреннего пропагандиста, вернее, пропагандистов, ты же понимаешь, что для них выбор в сторону свободы не выгоден. А быть в рамках, в тех рамках, которые вот, даже зачастую им никто не спускает темники, будем обидеть, я тебе честно скажу. Никто им не спускает какую тему, соответственно, хейтить, а какую тему, соответственно, там как-то лайтово попускать. Они сами формируют эту позицию. Ну, ровно, да, то есть это те границы той золотой клетки, которую они сами же себе установили. Но это неплохо оплачивается. Власть закрывает глаза на их какие-то мелкие прегрешения. Поэтому пока закрывает, пока закрывает глаза. Она всегда будет закрывать когда власть будет проблемой, она просто о них забудет. И здесь вот в эту секунду как раз эти персонажи станут свободными в реальном режиме времени. Потому что власть не будет заниматься эвакуацией пропагандистов на какую-то свою сторону. Так же, как и свои собственные эвакуации не существуют. Они будут эвакуироваться внутри нашей страны. партизаны уйдут? Не партизаны, они будут просто опуститься на социальное дно. Они залягут в каких-то своих норах. это будет их личный ад, как ты считаешь? Человек, который к определенным регалиям, к определенному поклонению своей персоне, часто незаслуженному. Я тебе могу сказать, что почему большая часть из них подвержены алкоголизму, являются любовниками, любовницами высокопоставленных людей, у них уже есть этот ад. Потому что они за это платят. Они ходят настолько в жестких трубах ограничений, невозможностью полной реализации себя. Поэтому они в этом аду уже живут. И транслируют его по принципу проекции на все остальное гражданское общество. Слушай, раз уж ты там такую заставку выбрал для нашего сегодняшнего эфира, давай пройдемся, как было обещано зрителям, по этой теме. Я начну с юридической справки. Не прими это за занудство, дорогие друзья, и вы тоже меня простите, но мне кажется, это абсолютно необходимо чуть-чуть обратиться к основному закону. Как шутил Делягин, в России Конституция читала только три человека. Делягин, Бабылев и еще Исенбаева. Но я думаю, что Потапенко тоже читал, мы его четвертым возьмем. Мы в хорошей компании в любом случае. Статья 27 Конституции РФ провозглашает каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и место жительства. Законопроекты 17 357-8 и 17 358-8, которые сейчас отложим, впрочем, я думал, что это ненадолго нарушает 27 статью. Ну, в данном случае, если ты видишь, то было два законопроекта, один из них отклонен, а второй был принят в первом чтении. Он отложен. И, кстати, вот этот первый был очень характерный момент, вот скажи о нем, пожалуйста, президент сказал, что надо его еще там внимательно доработать. Доработать, да, а какого у меня вопроса из зала, какого хрена его тогда приняли в первом чтении? И что это вообще за какая-то управленческая чехарда, когда президент на совершении говорит профильным министрам, вы там не лютуйте под Новый год? Слушай, это это какая-то шняга просто, я извиняюсь. Это не шняга, это крепостное право, он указывает, чтобы, соответственно, с крепостными не сильно как-то лютовали. Все правильно, а если говорить о перемещении, перемещение, ну, перемещение не ограничивается людьми с ксивами. Конституция пишется для других людей, она написана для людей свободы. Холопы должны знать право. Холопы должны знать право. Продолжаю тебя развлекать в Конституции. Статья 37 провозглашает. Труд свободен, каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, скажите это шахтерам, гигиены даже, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Статья 43 часть 1 от Конституции Российской Федерации каждый имеет право образования. Складывается практика, пишите, кстати, если кто не верит, что складывается практика препятствования праву, осуществления права на образование, я вам дам ссылку, откуда я это взял, что в регионах уже это конституционное право нарушается. Значит, 41 статья, часть 1, статья 33, статья 46, часть 1, статья 44, часть 2, статья 2, я их не буду просто зачитывать, иначе мы там до вечера все это будем. Статья 23, часть 1, 42, статья 6, вишенка на торте, значит, статья 7, Конституция РФ, я вот ее зачитаю, и на этом прекращаем эту избу читальню, РФ социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Дмитрий Валерьевич, можно ли назвать достойной жизнь человека, которого выгнали с работы и который не может купить себе вещи в магазине, например, теплые вещи к сезону? Я же сказал, что Конституция пишется не для толопов и обслуживающих персонала, а для свободных людей. Коим люди, теряющие работу, не относятся. Давай тогда принципиально вопрос поставим, ладно, это все юридическое крючкотворство, оно мало кого интересует, давай вот по сути. Вопрос такой, а достигает ли вот эти вот законопроекты 17.357-8 и 17.358-8 цели, связанных с обеспечением здоровья граждан? Строго говоря, QR-код, он не является подтверждением того факта, что человек здоров. Задача сегрегации, QR-код, это задача сегрегации, есть люди без QR-кода, соответственно, будет очень четкий показатель, если у тебя есть QR-код, ты лицо низшей страты, если у тебя QR-кода нет, и ты можешь без него перемещаться, значит, ты лицо выше страты, все, не усложняет. Круто. Давай напомним, кстати, для зрителей, что с депутатов Государственной Думы для прохода на рабочее место QR-код не требуется. И это подтверждает твой тезис, о котором ты сказал. Смотри, 9 декабря агентство Ревнем сообщило, что торговые центры и магазины Барнаула, это столица Алтайского края, напомню, если кто-то забыл, бойкотируют систему контроля посетителей через QR-коды. Я не буду называть конкретные точки, они у меня есть, записаны, но вот при посещении одной из них корреспонденту было сказано, корреспонденту издания Регнул было сказано, QR-код не требуется. Скажи мне, как это может быть? Ну, вся проблема QR-кодизации в целом, она заключается в том, что у нас очень мало больших городов. Что я подразумеваю? Дело все в том, что мы живем в очень небольшом государстве с точки зрения, огромного с точки зрения территории, но очень малого с точки зрения демографии, с точки зрения протяженности, кого можно было бы репрессировать, скажем так, с помощью QR-кода. И в данном случае, соответственно, в маленьких городах невозможно установить, там, для одних QR-код существует, например, для сотрудников каких-нибудь правоохранительных структур или военно обязанных, а для членов их семей QR-код присутствует. И именно поэтому ряд регионов осознавая, что это вызовет внутренний конфликт, стараются это не делать. Вот и все. А QR-код не имеет никакого отношения к здоровью. Послушай, ну вот почему, например, в московском магазине какому-нибудь владельцу в голову не придет игнорировать распоряжение Роспотребнадзора. Потому что он знает, что придут и оштрафуют. Потому что в московском магазине, еще раз повторюсь, в московском магазине есть кому штрафовать. А там не придут и не оштрафуют. Потому что договорились. Нет, не потому что договорились, а потому что через очень короткое количество рукопожатий по сути дела придется штрафовать своего родственника. И этот подзатыльник еще в малых городах иногда может вернуться. Он не вернется, просто физически тебе позвонит начальник или друг начальника, который скажет, братан, слушай, это мой товарищ, куда ты, что ты лезешь? Все. Да. Много ты говорил о суперконцентрации населения в городах, вот, как говорится, преимущество жизни на земле, да, как говорил Демушкин, кровь и почва ближе к земле, вот еще. Ну, мы это, знаешь, мы это обсуждали. Это вот, представь себе, что мы живем в небольшом населенном пункте, а наш глава Петрович решил нам устроить локдаун. Ну, конечно. Я даже дальше объяснять не буду. Ну, потому что через пять минут ты ему скажешь, Петрович, чё? Ну, ты чё там? А в этом-то и фишка, что в маленьких городах и кланов-то поменьше. Все эти кланы больше сотрудничают, чем разделяются. У нас, по сути дела, есть два крупных государства, это Московия и Санкт-Петербург, где кланы, соответственно, могут рубиться, потому что им есть, как это, куда отойти. В маленьких городах отойти некуда. Почему в Европе не рубятся города маленькие? Отойти некуда, нету защитных позиций. А у нас есть. Ты вот в начале нашей беседы говорил о том, что власть себя свергает, причем не очень хорошим способом. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, похоже, усерднее других штудирует вот этот вот учебник, условный учебник, краткий курс революции для чайников, вот, знаешь, прям по пунктам все там вот прочитала абзацы и, значит, вот, как говорится, в жизни. Я так утверждаю, судя по тому, что были информационные сообщения о том, что Роспотребнадзор, возглавляемое ей ведомство, изучает возможность штрафовать граждан, которые уклоняются от прививки. Значит, такой опыт есть, по-моему, то ли в трех, то ли в четырех, то ли в пяти странах, не сказать, что он проходит без сучка и без задоринки, вот это вот нахрена вбрасывать в и без того поляризованное и расколото общество. Причем расколото оно по вопросу QR-кодов на две очень неравные половинки. Есть разные точки зрения по этому поводу. Официально говорят, что 67% наших соотечественников не хотят прививаться. Ну, что-то я в эту цифру не верю. У нас же социология, она носит формирующий характер, да? Она не дает картину. Она дает указующий характер. Формирующий, то есть, ага. Ну, так что, как тебе вот этот вопрос? Это зачем вообще? А потому что, опять-таки, каждое ведомство, каждая страта не может уже отказаться от того, той парадигмы поведения, ну, грубо говоря. Есть парадигмы поведения, не может не сажать. Вот сажают. За что? Да не важно. Шумно, не шумно, ну, там, сажают. Как-то кто-то условно говоря продвигает вакцину, не может, потому что нет у него другого бизнеса. Они прямо сами себя зажали настолько в узкие рамки, из которых выскочить уже не в состоянии. Уже не в состоянии. Не совсем понимаю, почему, потому что я очень уважительно отношусь к такому инстинкту человеческому и вообще свойственному животному миру, как инстинкт самосохранения. Ну вот для их жизни ничего не угрожает. Это угрожает их статусу. В данном случае жизни до инстинкта самосохранения еще очень далеко. Их жизни ничего не угрожает. Они делают все, ну, так и так. Ну, я не в прямом смысле, естественно, это употребляюще. А здесь социальный инстинкт самосохранения, да? Нет, вот здесь они наоборот качают свой собственный ресурс. Нет. Ровно обратно. Никакого самосохранения здесь не должно даже быть. Они просто качают ресурсы. Рассуждаешь парадоксально, но именно это интересно, я думаю, что нашим зрителям. Вот смотри, другой тебе пример, да? Песков, Дмитрий Сергеевич, как всегда, очередной раз упустил возможность промолчать. Кстати, его это заявление, оно там было так сильно, сильно его переврали оппозиционные СМИ. Он сказал, что людей, которые активно, антивных активактеров, которые сами не хотят вакцинироваться и уговаривают не делать этого других, можно назвать опасными дураками. То есть, он не сказал вообще про всех людей, которые не хотят вакцинироваться, что они опасные дураки, но вообще, знаешь, вот если несложно разобрать то, что он сказал, наверное, выйдет так, что дураками он этих людей назвал, потому что он считает, что не вакцинироваться это глупость, а опасными дураками именно потому, что они еще не только сами не хотят, но еще и других там подначивают, этого не делают. Значит, все-таки, значит, я вот сейчас перед началом нашей передачи посмотрел, а сколько у нас людей вакцинировалось, там что-то разные цифры, 46 процентов, 46,7, 49, там, ну, какая-то невмятится и сумятится, как всегда. То есть, что получается, что пресс-секретарь президента назвал примерно 70 миллионов наших соотечественников дураками? Это вообще как? Ну, начнем с базового. Эти люди на выборы куда придут? Они за, условно говоря, кого представляет пресс-сек? Поголосуют? Поголосуют. Налоги платят? Платят. Какие вопросы? Можете на кухнях что угодно говорить. Как в старом еврейском анекдоте. Вы знаете, Мойша, они покупают ваши товары, но за спиной говорят, что вы мошенник и вор. Мойша отвечает, за моей спиной они даже могут меня очень сильно бить. Слушай, но все-таки, ты знаешь, многие аналитики об этом говорят, и вот Кургинян в последнем своем ролике, он сказал о том, что все чаще и чаще звучит, что разорван общественный договор. Я не согласна не лезть с глупыми вопросами власти, куда вы тратите бюджет, где там как бы значит, моя доля от эксплуатации недр нашей страны, при условии, что если эта власть не лезет к ним, а эта власть уже лет 10 к ним лезет, и сейчас это проникновение стало практически интимным. Так, господа офицеры, в комментариях молчать. я имею ввиду уколы пока только. Вот, так, ну так что с общественным договором? Понимаешь, может существовать общественные договоры в крепостном праве. Не может. Но не существует. Ты убежал от, опять-таки, ты начинаешь оценивать крепостное общество с точки зрения общества, хотя бы даже феодального. И там упаси Господь даже такое страшное слово капиталистическое. Кто с вами должен о чем-то договариваться? Кто вы такие? Хорошо, ладно, с нами не должны договариваться. Со здравым смыслом мы вселенной. Вот все, что происходит, вселенная наказывает за людей, которые отклоняются от гармонии, предписанных. Нет, они в абсолютной гармонии со своими собственными планами. Ты опять начинаешь оценивать снизу вверх, а ты оценивай сверху вниз. Они в абсолютной гармонии, что они с тараканами будут разговаривать? Они с тараканами не разговаривают, они тараканам приказывают, где-то травят дустом, где-то сажают, где-то тапком соответственно. Все встанет на свои места, картина мира будет ясна. Я с тобой поспорю, знаешь как, вот с неожиданной точки зрения в той парадигме, в которой ты силен, вот в медике. Смотри, значит вот каково соотношение сил в России ресурсов, которые пропагандируют за вакцинацию и против? Ну то есть значит за вакцинацию понятно, это студии, яркие софиты, упитанные посредники между властью и народом это ведущие, которые получают я бы тоже сильно поспорил. Rush Today на иностранном ровно в обратную сторону. Да закрыли ее, все, нет Rush Today, попытались они открыться опять, опять их там... Нет, в Ниве Rush Today я не про YouTube говорю, зарубежный Rush Today вхреначит пропаганду прямо... Погоди, ну ты сказал, ну да, их за это и закрыли, ну вот ключевое слово зарубежное, она внутренняя, это рынок, нам же говорят, то есть ты видел Гундарова, Редько, там Шукшину на центральных телеканалах, я нет. Ой, не будет их, это к вопросу восприятия, еще раз говорю, вопрос картинки, которые что рисуют, и не будет их никогда ни Шукшиной, ни всех остальных. Ну так давай вернемся тогда, ну, к сути вопроса, вот при всем при том, что, значит, соотношение артиллерии по ту и по другую сторону явно неравное, люди не хотят рацинироваться, но это медицинский фактор. Ну не будут они, это потому что... Значит, они не тараканы, вот следующее я делаю логическое заключение. Тараканы его, понимаешь, ты не сходишь, нет, опять-таки, я же когда говорил, его и дустом, и тапком, тараканы, которые разбежались, и все, больше ничего. Но они не сбились в стайки, не дали по мордам в обратную сторону. Сколько просмотров той же Шукшина, незначительно, сколько просмотров у какой-нибудь, какого-нибудь Дани Милосина. Вот и все. Так что, моя картина, к сожалению, слишком верна. Она мне самому не нравится, но я ее вижу просто, у меня под нее цифры лежат. Слушай, ну все-таки, знаешь, вот вернусь к вот этому вселенскому маятнику, который все равно стремится вернуться в какое-то равновесное положение. Президент Владимир Владимирович Путин с простой доброй улыбкой сказал, ну что вы все расшумелись-то по поводу этих уколов, господи боже мой, ну вон в СССР всех кололи там в очередь в кабинет и, как говорится, никто и даже там никакого шума не поднимал. Знаешь, я вот подумал, вот вспомнила бабка, как девка была. В СССР же было просто невозможно предположить, что министр здравоохранения вдоль с каким-нибудь нижний фарм там химом, который производит какую-то вакцину. Это было просто физически невозможно, там не работали откатные схемы. Как я говорил в передаче про Сталина, значит, у нас было несколько контуров денежных обращений, просто физически не существовало механизма министру здравоохранения значит, получить какой-то барыш. Ему было абсолютно все равно вакцинировались люди, ну финансового смысла я имею в виду. А у нас сейчас вот первый вопрос, которому люди задаются, значит, Попова, да, было же запрос от КПРФ о конфликте интересов. Хода ему не дали. Что для простого обывателя означает, что предчувствие его не обмануло, да, там, как в песенке про Зайчика, что что-то у них рыло в пуху в этом смысле. Саша, конфликт интересов, но бессмысленно, опять-таки, сравнивать, а было в СССР. В СССР был другой конфликт интересов. Был конфликт интересов, вот у меня газета, там, 56-го года, там, 62-го, 65-го, даже при моем рождении, там, 74-м году, был конфликт интересов не на жизнь, а на смерть. Главное было не попасть в Зиновье. Ответь, конечно. Алло, да. Да. Ну, ладно, давай там закончим. Ну, у нас, у нас остались такие вкусные конфеты, я вот все-таки тебя хочу, у меня, знаешь, как-то мысль у тебя есть такая, она, безусловно, амбициозная, в чем-то тебя убедить. Вот смотри, ты говорил, что у нас революция, это все вообще не про нас, но вот в этой истории с QR-кодами и вакцинацией. Есть один момент такой интересный, что люди поняли, что, это я кого-то цитирую, сейчас уже не вспомню кого, что их за людей не считают. Ну, скорее всего, за тех самых тараканов, которых тапком или дустом. Значит, и люди поняли, что QR-код, вот, это такая, значит, будет некая награда тебе за послушание. Можешь на каток, потом ходите в магазин, ни в чем вообще себе не отказывать. И людей это оскорбляет. Да. Понимаешь? Вот это уже личный момент, говорящий о том, что это уже такой революционный. Понимаешь, вот пенсии там, эти все льготы там и так далее. Все рано. Вопрос же не в том, что ты обиделся. Ну, обиделся. Во что это вылилось? Какие действия? В какую концентрацию? Пока в саботаж, чего не было уже довольно-таки давно. Причем этот саботаж идет со стороны электората Владимира Владимировича Путина, из-за чего он крайне мягок и осторожен в формулировке. Обрати внимание. Там за него другие люди работают. Там по поводу, по поводу. Естественно, у них работа такая, они за это деньги получают. Они обязаны по мордам получать или обозначать. Вопрос, саботаж тоже был при советской власти. Только, к сожалению, союз развалили не люди, саботировавшие советскую власть. Развалили совершенно конкретные персонажи, которые, попросту говоря, поделили власть. Сейчас просто власть, на мой взгляд, более прозрачна. Прозрачна не в виде того, что кто-то отбирает себе кресло генерального секрета, я называю себя президентом какой-то республики или какой-то страны. Сейчас она просто монетизирована на выраженном деньгах. Ну, то есть, просто стало все больше и более прозрачности, а люди остались те же самые. Поэтому, ну, да, по кухне молчим, да, саботируем по-тихому. Важны действия. Важны действия. Опять с тобой не поспоришь. Давай немножечко прервемся от этой всей QR-кодной тематики. Мы, кстати, знаешь, чем с тобой сильно недорабатываем по части нашей аудитории, письма читателя как-то вот недостаточное внимание уделяем. Я как раз вот решил прервать эту порочную практику. Уж больно хорошее развернутое письмо наш читатель, наш зритель написал. Я его с очень значительными купюрами, потому что оно длинное. Значит, человек пишет, я работаю в строительной компании, частные дома, газобетон, кирпич. С конца июля нет клиентов на наши дома по новым ценам. Звонил поставщикам в стройматериалов, та же картина. То есть, ну, теоретически клиенты есть, но они берут вот по новым ценам, которые, ну, собственно говоря, это не почему с июля, это же там вся свистопляска, она идет с начала года. Ну, вот он так пишет, что вот именно почему-то вот летом произошло вот это вот отсечение. Мой друг, риэлтор в Москве, я не называю название компании, она известная, говорит, что квартир настроили много, клиентов все меньше и меньше. То есть, чтобы продать, идут на ухищрение о том, что в этом доме осталось там 2-3 квартиры, при всем при том, что дом, ну, врут и не краснеют, дом еще вообще не заселен. Человек пишет, что это наводит меня на мысли о кризисе в 22-м году по образцу вот этого американского с ипотечными банками, который, ну, именно он придет со стороны стройки, да? А ты знаешь, вот у нас же с тобой много общих знакомых ходят на Аврору, они на Покровке сидят, да? И Покровка, это был такой Бродвей ресторанов, даже я иногда грешным делом там захаживал, там был такой узбекский хаджан в среде, очень вкусно кормили, плов там, ну, это все просто. Вот, и я там давно не был, но говорят, что там половина этих заведений закрыта, и я уже тебе говорю, что где-нибудь там к июню, к июлю месяцу такая же фигня, как с ресторанами, будет в торговых центрах, то есть позакрываются арендаторы, которым нанесли очень серьезный удар вот этим вот полумесячным локдауном. Люди сейчас не смогли закупиться под Новый год. Вообще голяк в магазинах. Вот люди сейчас выходят, выкупают подарки, нет размеров, ну, те самые выбитые зубы, про которых ты говорил. Что скажешь по поводу стройки? Я могу сказать следующее, что по поводу стройки я об этом говорил, выступал, даже где-то есть в интернете, я выступал в конце в конце весны, начало лета выступал на форуме, который был посвящен строительным материалам, и там выступали, в основном был форум посвящен железникам. Ну, то бишь, короче, там были представлены все, кто производит железобетонные конструкции, алюминий, стали, и же с ними. Я сказал, что в феврале вся строительная отрасль воткнется в стол соответственно мордой. И это связано с тем, что баланс спроса и предложения дошел до своего пересечения. Он дошел до него приблизительно как раз посередине лета. Все. То есть, товарищ правильно нам пишет, что именно летом это все стопорнулось. Да, конечно, все уже, все встало. От того, что ценник конский, просто нету клиентов покупать это все. Слушай, а вот скажи мне такую интересную вещь. История с металлом, она же известна. Вот Владимир Владимирович Путин опять, значит, говорил о том, что вот как все плохо было в 90-е, что там сидели штатные сотрудники ЦРУ и в правительстве, и в министерствах. Я, кстати, у Александра Владимировича Рудского эту информацию уточнил, сказал бы, конечно, сидели. Я даже, говорит, к Ельцину ходил по этому поводу, и мы с ним поругались на эту тему. Ну, я, так сказать, наш разговор передавать не буду. Но вот знаешь, вот в истории с металлом, допустим, на металлургов же наехали и сказали, ребята, что-то вы хорошо живете, надо бы вам налоги повысить. Но им предложили, насколько я знаю, вот как депутат Гартунг рассказывал в эфире моего канала два варианта. Либо НДПИ, как у нефтяников, либо повысить экспортные пошлины. И металлурги сказали, да, конечно, давайте повысим НДПИ на полезные ископаемые. Это привело к чему? То есть они прекрасно понимали, что они на экспортных рынках не смогут цену задирать, потому что там, извините, это биржевой товар, металл. А зато на внутреннего потребителя по привычке переложить вроде как можно. Вот скажи мне, так эти вредители, которые вот, значит, таким образом решили этот вопрос, они цирошники или уже просто, как говорится, это наши доморощенные кадры? Вот нафига так регулировать? Это же последствия регулирования, да, государственного? Они не цирошники, они не умеют по-другому управлять. Они не воспринимают, Саш, вот внутренняя неустроенность, та самая гражданская война, она приводит к тому, что гражданскую войну ты устраиваешь везде. Пока ты не найдешь мир в себе, вот внутренний мир, ты будешь устраивать регулирование. Потому что сделать не регулирование, сделать какую-то иную меру, а именно увеличить там предложение, ты не в состоянии. Потому что нужно договариваться с большим количеством акторов. Это нужно опять выходить в состояние просителя. Поэтому этого не будет. Всегда будет именно только один и тот же закос. Один и тот же. Всегда будет регулирован. Они не цирошники. Они очень конкретно прошайные люди. Опять вспомним Дмитрия Сергеевича Пескова. Он тут публично рассуждал об уникальности харизмы. Да-то ты по моим кумирам ходишь. Нашего президента. Ну, хожу, да, топчусь практически. Макс Вебер, который ввел в политологию понятие о политической харизме, писал следующее. Если в течение длительного времени отсутствует подтверждение наличия харизмы у лидера, и если его руководство не приносит никакого благополучия поданным, то его харизматический образ может исчезнуть. Слушай, разве это не происходит здесь и сейчас с Путиным, с его харизмой? Да нет. Я считаю, что... Ну, мне печально смотреть за этим очередным развалом империи. Печально, что они уничтожают сами себя. Но это естественный процесс. По-другому он не может развиваться. Не может. Они ничему не научились в результате своего властного Путина. Слушай, но это ведь приводит к следующему. Вот ты говорил о генерал-лейтенантах, и я со многими экспертами и специалистами эту тему обсуждаю. Мы же в некотором смысле повторяем траекторию Римской империи. Есть простая закономерность. Чем менее популярен лидер, тем больше он зависит от силовиков. А Бас Галямов в своем посту на Эхе Москвы сказал, что особенностью вот этого года, который уже уходит в историю, стало то, что маски сброшено. То есть вот режим, политический режим стал уже откровенно репрессивным. Хотя я думаю, что у Владимира Владимировича Путина совершенно другие представления о прекрасном. Все-таки он привык быть одобряемым, если не любимым, то одобряемым. Я думаю, что эта ситуация для него в каком-то смысле не то чтобы неприемлема, но неприемлема. Нет, она просто ничего подобного. Дело в том, что я тебе назову очень непротиворечивые истины. Репрессии не означает, что Владимир Владимирович Путина тут же ощущает свою неодобряемость. Он четко давно разделил свои чужие. Мы одобряем среди своих, одобряем. А те, кого репрессируют, не свои. Это абсолютно картина мира гармонично совпала. А я тебе научно возражу. Со стороны социологии той самой формирующей. Левада опубликовала электоральные рейтинги Путина. С апреля месяца они упали на 8% пунктов. Он же не 8% репрессировал эти люди, просто что-то им не понравилось. Это американские наймиты и укропы. Все. Я тебе объяснения сразу дам. В его картине мира. Наймиты американские. Но вот все-таки вот эта римская политическая схема, когда император становится зависим от претерианской гвардии. Он уже зависим. Мы об этом говорили несколько раз в наших программах. И значит вот как это изменит политическую картину мира в следующем году? Будут какие-то значимые проявления усиления роли силовиков? На мой взгляд больше будет, но в году 23-м они уже заявят свое право на власть. Году в 23-м они заявят право на власть. Они вот силовики, давай условно, давай не называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Скажи, пожалуйста, они себя считают субъектами политического процесса? Вот условно говорят, тот человек, который сменит Путина, он будет договариваться с условным силовым генералом, давай назовем его фамилию Серебров? Или не он? Нет, у них будет коалиция, у них будет коалиция и будет далеко не самый сильный лидер по голове. То есть это будет коалиция, как я говорил, что по моим оценкам из пяти семи структур выделится три, которые войдут в альянс, удавят все остальные, ну или там доведут все до какого-то паритетного взаимоотношения и все. Ну у тебя более оптимистический взгляд на политическую конфигурацию вот ближайшую, потому что те эксперты, с которыми я говорил, они в полной уверенности, что вот некто, кто сменит Владимир Владимирович, он не будет договариваться с его старой гвардией, он их будет рассматривать как корм, ну то есть с гастрономической точки зрения. Не получится, не получится, сейчас ни у кого в этом и силу-то Владимир Владимирович, почему пока еще удерживается власть, потому что он понимая это, он старается не дать кому-то больше преференций. Придется альянс все равно делать, в любом случае. Нет, ну это хорошо, потому что мне кажется худшим сценарием для вот значит вот этой вот политической перетурбации, которая грядет, это война всех против всех. То есть если первично все равно будет война против всех, против всех. А как это будет выглядеть? Вот условно говоря, где-то освобождается пост губернатора. За него будут бороться, за пост губернатора будет бороться Норникель условный, условный Дерипаска и заручившись поддержку условного генерала Сереброва. Так это будет выглядеть? Ты путаешь кто под кем? Нет, я тебя провоцирую. То есть я... Ты в обратную сторону. Соответственно, генерал-лейтенант... Я тебя провоцирую, чтобы ты уточнил. Да, да, я понимаю, что... Генерал-лейтенант одной службы в паре с генерал-майором этой же службы, войдя в альянс с другой службой генерал-лейтенантом будут бороться за пост, за того, чтобы поставить своего мальчика или своего человека за пост третьей службы. Стоп, а ковальчуки, значит, Тимченки, Ротенберги, что вообще не причем? Это кошельки. Это люди, которые лягут под маузер. Это вообще люди, ну, то есть я... Их просто принудит. И хотелось бы тебе возразить, да нечем, потому что вспомним, как 4 часа сидел. Тимченко, да, в предбаннике Мещанского суда. И это представить себе год назад было невозможно. Да, все, не-не-не-не-не-не. Это люди, обладающие очень ограниченным количеством власти. Нет, это прям даже не обсуждаем. То есть я их не... Я... Это подписанты, в которые в момент самого большого кипиша их имущество очень быстро перепишут, кому скажут. Поэтому весь список Forbes у меня, как ты знаешь, нет никакой зависти. Потому что там очень много ребят, которые действительно возрождают промышленность. Я это знаю. Скажи мне, а вот специфика, как бы российская специфика, то есть отношение к институту частной собственности приводит к тому, что зачастую, ну, то есть какие-то реальные активы, они оформлены на ЗИЦ-председателя, да, а их реальных владельцев мы не видим. Но это, так с другой стороны, если пойдет какая-то неравномерность силового поля, а она тоже, видимо, будет иметь место, да, то какой-нибудь ЗИЦ-председатель может сказать генерал-лейтенант уже в отставке, а кто-то такой. Ну, то есть вот для многих людей предстоящий политический транзит, он означает одновременно потерю собственности только без всякой революции. А для кого-то означает приобретение этой собственности без всякой революции. А, вот что интересно. Вот что интересно. Это будет содержание этого политического процесса, да, опять? Да. Ничего личного, только бизнес. Хотел, знаешь, что... Пертурбация будет хуже предыдущей. Хуже предыдущей? Ты имеешь в виду 90-е годы, когда, вот, казалось бы, раззудись плечо, да, еще ничего не было поделено. Да, да, будет такой же перетель передел. Абсолютно такой же. Только более беззаконный. Слушай, тут вот прогрессивная общественность не на шутку встревожилась вот этими самыми требованиями России к США и союзникам по гарантиям своей безопасности не брать в Альянс Украину, страны бывшего СССР. Я, опять-таки, разговаривал по этому поводу с Александром Владимировичем Русским. Он не очень себя понимает и даже, как-то сказать, попытался как-то повлиять на эту ситуацию. Он, знаешь, даже, собственно говоря, мы не обсуждали суть документа. Ему очень не понравилось, что документ носит ультимативный характер по сути. никакой реакции на это мне не будет. Скажут, что идите в дупу. Вопрос же не в реакции НАТО, а вопрос в реакции на отказ НАТО. Правильно? Ты сейчас на что намекаешь? Что это маленькая победоносная война для внутреннего употребления? Да, абсолютно, абсолютно. То есть реальную войну развязывать себе дороже и не видно направления на какие-то ее развязать? Просто нет ресурсов. Тогда давайте все устроим, как в известном голливудском блокбастере «Хвост вертит собак» и изобразим эту войну. Погоди, но ведь когда нам ничего не ответят, как это объяснять на уровне пропагантов? Нам, по сути дела, ответили, что типа не ваше собачье дело. По сути, этот документ предлагает НАТО самоустраниться, да, он решает не будут они этого делать и, конечно, ну, это действительно ультимативный документ, который неисполним в принципе. Это было понятно изначально. Но мы эту войну выиграем. Это не исключительно пропагандистская история. Даже нечего обсуждать. слушай, а раз уж мы с тобой вот вспоминали Советский Союз, знаешь, из-за чего? Вот как-то обещали мы вкусные конфеты своим зрителям и подписчикам. Знаешь, почему лично мне достаточно психологически сложно вот выносить сложившуюся ситуацию? Все-таки вот при Советском Союзе была какая-то адекватность. Ну, вот допустим, даже я не скажу, что в медийном пространстве, вот допустим, в искусстве. Да, были какие-то, выпускались какие-то книги, мы ими зачитывали, снимались с кинофильма, да, это не был уровень Голливуда, но... Зачем брежать на заваленки? Почему я не вспоминаю, как было в СССР? Потому что я понимаю дисперспективность, я точно так же, как не брежу то, что было там неделю назад или год назад. Почему? Потому что понимаю, дисперспективность это изменить. Мы не можем перенестись в прошлое. Дальше-то что? Ну, я тебе вопрос, на самом деле, хотел задать более фундаментально. Вот скажи мне, вот современная, значит, медиасреда, современное искусство, оно фиксирует действительность или нет? Вот я смотрю на какие-то медийные продукты, какие-то постановки, на какие-то премьеры, и я, знаешь, я вижу, что у всех у них есть заказчик какой-то определенный. Ну, допустим, там, условная какая-нибудь администрация, чего-нибудь. Вот, то есть, вот эта вот монетократия, она убила вообще, ну, то есть, она убила саму возможность как-то нам вот в медийной среде видеть, так сказать, отражение реальности. Просто картину. Мы сейчас поговорили о пропагандистской войне, да, которая изображается исключительно виртуально. Ну, это же трэш все, на самом деле. Вот все не настоящее. Ну, Саша, много чего не настоящего. Есть фильм такой замечательный, назывался «В зоне особого внимания», где волонтир, волонтир сказал, когда они ЗКП нашли закрытый командный пункт, был он фейковый. Он говорит, в этом всем фейковом, ну, тогда не было слова фейкового. В этой бетафоре есть одна, но очень настоящая вещь, а именно кабель связи. Просто, к сожалению, если мы хотим выжить как мамонты в 21 веке, навыков нужно кратно больше, и органов чувств нужно кратно больше. Бестолку воспоминать СССР, потому что тогда я с точки зрения своих навыков был обычным пятикантропом. Многое меня не только не касалось, я этого не чувствовал, грубо говоря, у меня не было органов зрения, запаха, я в обонянии. А сейчас я такое уже прошаренное существо, в котором огромное количество навыков, огромное количество датчиков. И да, моя картина мира с точки зрения того, как было при Союзе, она из радужной, из всего семи цветов, она вышла на полноцветные, в лучшем, не менее 256 цветов. И я их все различаю. И я благодарен своему опыту, времени, что и дальше у меня будет увеличиваться количество цветов. цветов. Поэтому какой смысл оценивать сейчас себя и то время, когда ты видишь 256 цветов, оценивать, что ты видел 7 цветов. Это неплохо, нехорошо. Для той картины мира я был компетентен современем. В этой картине мира я могу сказать, для себя, который сидит вон там, сверху, вон там, за моей спиной уже, через 10 минут будет я в будущем. Я пяти кантеров. Это нормально. Не существует ни прошлого, ни будущего, существует настоящее. Завершающий вопрос. знаешь, если бы я его сам себе задал каким-нибудь полгода назад, я примерно представлял бы, как я на него бы ответил, а сейчас я вот вовсе не уверен. Смотри, вопрос звучит так. Путин может себя противопоставить народу, как это делают чиновники типа Осипова, губернатора Забайкальского края, который, напомню, для зрителей предложил оцеплять какие-то районы и колоть. Хотя даже повторюсь, по тем же самым официальным данным, 67% наших соотечественников против идеи принудительной вакцинации, вернее, против QR-кодов, и 90% против вакцинации детей. А сейчас мне все больше и больше кажется, что президент готов себя противопоставить. И я в этом вижу нечто суицидальное, вот честно говоря, для политической системы страны. Очень-очень важно спрофилировать тот народ, который ты сейчас видишь. Саша, в чем логика больших данных, так называемые big data? Что, в принципе, ты можешь доказать любой тезис. Главное, если мы возьмем нормальное распределение, как в математике существовало, выбрать, соответственно, точку, соответственно, тот самый интеграл, о котором многие рассуждают. Вернее, вот этот интервал. Вот он здесь, 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 здесь. Или видеть картину целиком. Поэтому, на самом деле, для действующей системы управления власти, она давно перестала смотреть так. Она стала смотреть, она технически в тумане видит какие-то там боковички, но выбирает тот экстремум, который для них интересен. Все. На хвосты этой диаграммы внимания не обращает, хотя там могут, ну, так вот, с точки зрения или наоборот, на хвостах этой диаграммы топчутся. Вот скорее, да, второе, наверное, все-таки. Ну, естественно. Адекватности в госуправлении как и не было, так и нет. Когда я начинали сегодня, сегодняшнее утро, я тебе сказал о том, что я начал его с прослушивания пропагандиста, потому что, еще раз говорю, у меня нет возражения, как там, или нет, как у многих, там, да его надо повесить, там, его надо расстрелять, или там, других пропагандистов повесить, расстрелять. Я даже там с некоторыми из них, там, как говорят, сходил к ним на программы и пойду еще к ним на программу. У меня как раз больше, ну, как это, внутреннее сердце плачет с плезами за то, что талантливые, умные люди уже являются живыми мертвецами и скормили свой талант в бездну дракона под названием пропаганда. Я вот за это внутренне плачу. Слушай, а их первыми в жертву принесут, как считаешь? Они просто останутся без ничего, они просто останутся как дети обосранные на перекрестке, потому что просто они перестанут быть нужными. А что делать? Метнуться к народу не могут, бывшим хозяевам не нужны, их имущество ни о чем. Вот они будут как обосранные дети. Он отбирается на счет раз, да? Он даже и никто не будет отбирать. Что-то с этим имуществом он нужно обслуживать. Ключевой вопрос. Там есть капексы, то бишь, есть расходы на обслуживание. Они как обосранные дети на перекрестке останутся. Слушай, я вот не уверен, что будет правильно этот частный разговор как бы выносить в паблик. Я тогда просто опущу имя и фамилию человека, который мне это рассказал. Вот этого человека Владимир Соловьев приглашал в свой эфир по своей стандартной тематике Украина-Сирия. Володя сказал ему мой хороший знакомый, да я, конечно, приду, но что вот говорить за Украину и за Сирию, давай за нас поговорим. И Владимир Соловьев, который сейчас все считают каким-то исчадьем, поехавшим к крыше, сказал ему, нет, это я не могу, вы же понимаете, что меня закроют. Конечно. Вот из этой реплики я делаю вывод о том, что он себе отдает отчет, в том, чем он занимается. Володя Соловьев отдает себе не просто отчет, он еще раз говорю, он талантливый человек. Несмотря на то, что я сегодня попросил водителя выключить вот эту истерию, на которую он себя накручивает, он себя убивает, и у меня даже сомнений на этот счет нет. Он себя убивает вот этим постоянной заводкой, потажем, и те, кто его хотят линчевать, ну, я вижу, знаю существенно больше. Кроме того, что талант положен на алтарь дракона, ну, то есть все, все, что, если бы мы сели там, условно говоря, посидели там за столом, все, что он смог бы предъявить публике или мне, он бы сказал, Диман, слушай, ну, вот я там, условно говоря, за час там, я вот заработал до дома, до дачи на озере Кома. Все, что я бы ему мог бы сказать, вот твоя мама, твоя мама, очень интеллигентная женщина, литературовед, извините, Господи, выпадает. Ей как это все. Вот что ты оставишь своим детям? Вот эту дачу на озере Кома? Вот эти там какие-то после тебя будут, после твоей смерти будут некрологи, что мы делим 400 там, миллионов рублей? Ну, то есть, тебя кто добрым словом вспомнит? Ведь он, посмотрим его журналистский путь. Да, он продал эту душу там, условному пропагандистскому дьяволу, но выхода из этого тоннеля у него нет. Мне Глеб Павловский говорил, что он Путину не любил. И ты знаешь, я думаю, что... Я тебе больше скажу, скорее всего, он его и не любит до сих пор. Потому что нет более оппозиционных журналистов, чем журналисты, работающие на федеральных каналах. Нет более оппозиционных журналистов. Потому что они прекрасно понимают, что они делают. И поэтому им нужны там записные либералы. И знаешь, в основном там и приглашают фриков. Да, ты прав. Говоря о том, что они себя убивают, они это с собой делают каждый день. Ты знаешь, мне кажется, они даже профессионально гибнут, потому что... Я вот знаешь, обратил внимание на свой феномен. Я прошу прощения, может быть, я кому-то покажусь нескромным в данный момент, но... Что такое главтема и Бабылев? Это какой-то ноунейм, которому помогли медийные тяжеловесы типа Потапенко приобрести какую-то известность. Ты знаешь, я даже обратил внимание на то, что когда я говорю какую-то свою точку зрения, даже поскольку главтема это канал, это такой ассортимент оппозиции, он не идеологический, то есть у нас и не за белых, и не за красных, в большинстве случаев ну, то есть либералы соглашаются с какими-то моими левыми предпочтениями, а левые люди, ну, когда я говорю об экономике, тоже во многом со мной бывает согласны, и я пришел к выводу, что это может быть только по одной причине, поскольку я точно не Соловьев, у меня и сотой доли его профессионализма нет, меня спасает только одно, люди видят, что я убежден в том, что я говорю, я говорю это искренне. Ну, Саша, у тебя есть еще, ты, у тебя есть одна черта, которую я знаю, это за кадром, в кадре, ты сомневаешься, ты при своей убежденности ты все время щупаешь реальность, и вот так вот лапкой так проверяешь, так тын-тын, и тебе не платят, условно говоря, мог бы ты стать Соловьем, наверное, каждый из нас мог бы стать Соловьевым, но готов ли он бы стать Соловьевым, потому что это тоже очень непростой труд, то есть почему Соловьев стал Соловьевым, потому что, в общем, до этого, до того, как его доходы не были столь значительными, если мы посмотрим его историю там 90-х, он не зарабатывал на сдачу в озере Кома, то есть весь его имущественный комплекс пошел тогда, когда пошла реальная пропаганда, плохо это или хорошо, ну вот такова конъюнктура, он не нашел себя в другой экономике, а он хотел быть лучшим, ну правда хочет быть лучшим, он старается этим быть лучшим, это же, ну, но он себя убивает, и убивает свою семью, убивает там, в том числе, ну, то есть, дай бог здоровья. ты о чем-то говорил, что потомки будут стесняться, да, а вы родственники того самого Соловьева? Потому что. То есть, его бабушка, ну, то есть, для его там детей, его внуков, правнуков, его бабушка будет куда более значима, чем он, к сожалению, я боюсь. Никому не дано предугадать, но пока все, что я сделал, то, что я вижу, у меня все реальное сердце крови обливается, ну, то есть, я не считаю, что эти люди должны быть достойны вот такого, такого заработка, скажем так. У них должна быть возможность, ну, та же Ксения Анатольевна Собчак, при всей ее эпатажности, при всей ее, там, ведении дома-2, она нашла нишу, в которой она может работать. Алексей Пивоваров, который, выйдя с НТВ, в общем, ну, если сравнить доходы, например, какого-нибудь Пивоварова с Соловьевым, он, конечно, проигрывает по доходам. Юра Дудь, но это люди, которые нашли в себе силы работать на открытом поле. Они тоже талантливые. По части доходов есть у меня тут такая, прислали мне информацию, я не уверен, что она соответствует действительности, зарплата ведущих пропагандистов Кремля. Ну, просто давай я так вслух, может быть, это быть правда или нет. Соловьев 67 миллионов, Киселев 20, Скобеев 4, Норкин 2, Попов 2, Кузичев 2, Шенин 2. Ну, в месяц имеется в виду. 67 миллионов как-то круто, по-моему, нет? Я думаю, что нам было завышено. Я думаю, что то, что я знаю, обычно ставки на федеральных каналах, они, в зависимости от прайма, они колеблются от 500 до 4 миллионов в месяц. Ну, то есть, в принципе, проще быть успешным блогером, да, потому что деньги сопоставимые, но душу можно не продавать. ты можешь как-то коррелировать, да. То есть, условно говоря, там... А в чем смысл тогда? Вот Кузичев, Толя, например, мог бы быть, мог бы построить офигенный YouTube-канал и зарабатывать не меньше. Факт, это очень сложно. Дело в том, что нужно найти свою нишу. Чем притягательна система распределения в пропаганде? Ты выбираешь... Тебе дают, по сути дела, построенный магазин, а ты предлагаешь строить магазин, а это разные вещи. Они отличные ритейлеры, они отлично продают. Да, да, понял, понял. Кажется, понял. Ты фундаментально другой бизнес предлагаешь. Ты предлагаешь бизнес ритейла, по меня, притащить к нему еще девелоперский бизнес, там, строительный бизнес, отделочный бизнес, и вот ты на хрена козе боя. То, чем занимается Дудь, Шихман, вот эти все ребята, они занимаются... Варламов, да, там, Илюша, они занимаются полным комплексом. Это очень дорого. Давай уже там, да, чего у нас, а то может у Папа... По поводу... Нет, у нас получился офигенный новогодний эфир, я думаю, что зрители будут довольны этим подарком. Ты знаешь, просто смыслы, о которых мы говорим, они важны. Ты вот сейчас сказал, что не факт, что у Кузичева получится, а я вот подумал, черт побери, а ты ведь прав. Вот старая главтема, там были Юрьев, Леонтьев, Кузичев, Савельев, ну и что, 40 тысяч подписчиков, и постоянно снижающиеся просмотры. Я говорю это не со злорадством, я же, я такая коренная главтемовская аудитория, я видел, почему это происходит. Был такой определенный отход от искренности. Не было вот этого щупания лапкой, изменяющейся действительности. Мне кажется, в чем-то быть уверенным может быть только идиот. Ну как, ну вот, ну то есть человек вообще несовершенен, да, ну я трезво оцениваю возможности свои, аналитические там, и так далее. И я думаю, что ну условный какой-нибудь лидер мнения, там давай не будем называть фамилии, он не сильно в этом плане от меня ушел, только он почему-то изображает уверенность в своей позиции, что выдает их как человека недалекого и без ответа. Они все изображают, поверьте, что они такие же неуверенные, как и ты. Изображены. Да, они все изображают, более того, большая часть, там скажем, лидеров мнений, за ними стоят, грубо говоря, большая продюсерская команда. И они находятся в определенных рамках и ограничениях? Они находятся в той самой трубе, в которой находятся те самые наши пропагандисты, которые вот выпусти Соловьева на свободное пространство, он не заработает ничего. Ничего? Ничего не заработает, уже все. Он не умеет строить девелопмент, он умеет быть ритейлером, он прекрасный ритейлер. Выпусти Скобеева, Попова и всех остальных этих ребятишек, Красовского, того же. Они могут быть только продавцами в магазине, но владельцами магазина и создателями магазина они не могут быть. Ты знаешь, я вдруг вспомнил Эдит Пиаф, которая, собственно, по-моему и Матье была в том же замечена, они перед началом своих головокружительных карьер пели в подземных переходах. Если бы по какой-то причине их перестали приглашать продюсеры, они бы могли вернуться в эти переходы и точно так же там зарабатывать себе на жизнь, потому что, опять-таки... Это очень разный функционал, прямо фундаментально разный функционал создания контента и его подвижения. потому что вот ты в себе как владелец канала воплощаешь две вещи создателя контента и соответствующую упаковку. Поскольку с упаковкой ты хромаешь, поэтому канал не очень сильно раскручивается. Собственно говоря, я могу про себя сказать приблизительно так же, поскольку для меня публичная деятельность является вторичной и я на ней как-то не паразитирую, не зарабатываю, то я неплохо создаю контент, охуительно даже создаю, скажем так, но как продвигатель контента я хуевый. Даже не то, чтобы хуевый, я, может быть, и был бы хорош, но не лениво. Для меня это вот... Нет, нет, мой дорогой, дело совершенно в другом. Я про тебя тактично не буду говорить, но мне же несколько раз, ты знаешь, об этом предлагали, скажем так, улучшить упаковку. А я спрашивал, а что мне за это будет? А вот нельзя говорить то, то, то и то. Я говорю, да идите вы в короткий. Эротическое путешествие? Все правильно. Мне люди верить перестанут, а мне как бы моя бессмертная душа дороже, я же изотерия. Ну вот, собственно говоря, да, точно так же, почему у меня нет, я не пользуюсь рекламой, именно по причине того, что надо будет изменить очень, что что-то надо будет поменить. А рекламных предложений у меня в остиле. Смотри, давай на высокой ноте закончим эфиром. Вот наверняка тебе понравятся два моих последних вопроса. Я тебе хочу сказать, что помимо самого журнала «Тайм», у него же есть его читатели, и вот в этой номинации людьми года, знаешь, кто стали? Неожиданные персонажи. Президент, два президента, один ныне действующий, а другой бывший. Президент Бразилии Болсонаро и Дональд Фредович Трамп. Чем это примечательно? Оба этих человека, они антисистемны. Это такие сотрясатели основ. Я тебе хочу сказать, что если даже консервативную аудиторию журнала «Тайм» затрахала вот эта вот система, скажи, пожалуйста, какие трансформации нас ждут в ближайшее время? Вот исходя, я действительность потрогал, как ты говоришь, своей лапкой, увидел, «О, какая интересная вещь!» Ну, хорошо, там выбрали маска, заслуженно, но эти-то два пассажира, я извиняюсь, они же такие, ну, знаешь, их просто некоторые политическими фриками считают, идеологическими, там, какими-то вообще аутстендинг, да, что-то такое странное. Но, тем не менее, видишь, то есть вот вопрос формулирую четко, чтобы, так сказать, не расползаться мысью по древу, именно мыси, друзья, это белка на Старославянском, такой глубины отчуждения народа, вернее, вот народов и элит ведь не было никогда, вот как мы сейчас наблюдаем в связи с этой ковидной историей и так далее. Элиты просто другие. Когда я говорил о том, что уже три года назад вопрос с прищуром государства, это вообще, кто он возник, это не элиты, это слишком примитивный взгляд. Сотрясаются основы взаимоотношений, гражданских договоров. И они сотрясены были не сегодня, не были задолго до ковида. Ковид всего лишь их раскрыл. Поэтому никаких элит не существовало. Элиты очень локальны. Элиты настолько незначимы в этих процессах. просто незначимы. Ну что, друзья, я вам хочу сказать, не знаю, понравился ли вам наш подарочек. Хотел я один еще одну такую говнистую конфетку напоследок, но думаю, что здоровее будем. Значит, цитата от моего любимого писателя Ремарка звучит так. Логически мыслить это правильно, а логически жить нет. Значит, что имел в виду великий писатель? Что жизнь в морали, в духе, она контрпродуктивна, на материальном плане это чревато потерями. Значит, я вас прошу оценить моего друга и спикера Дмитрия Потапенко, потому что он вам дает все 256 цветов, как это бывшего солиста Дженни из Филла Коллинзона есть такая песенка True Color. This is the True Color. Вот здесь мы вас не призываем жить логически, но здесь вы можете какие-то вещи и представления о вещах брать на вооружение. И мне кажется, это ценно. Я надеюсь, что мало было суфле, мало сегодня было шоколадных конфет, но конфеты были исключительно полезны. Знаете, вот кариеса от них не будет точно, друзья. Давай всех поздравим, что ли, да, с наступающим. Самое время. Рождеством и Новым Годом и удачи вам и вашим семьям. Спасибо, друзья. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok